Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Добрый день, дорогие друзья! Вот уже совсем скоро, в это воскресенье, 13 октября, нам с вами посчастливится одними из первых увидеть новую концертную версию знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» – историю мексиканского Рубина Гуда. Но при всех новшествах Хоакин остался историей о большой любви и ненависти, добре и предательстве, и, как всегда, извечная борьба между злом и добром. И, безусловно, со сцены прозвучат все любимые хиты из известной и популярнейшей рок-оперы «Маэстро». Соавтором на этот раз Рыбникову выступит популярнейший поэт, бард и драматург Юлий Ким. В основу легла вся та же история Хоакина Мурьеты – героя латиноамериканского эпоса середины 50-х годов XIX столетия, времен золотой калифорнийской лихорадки. Все то, что происходило в Калифорнии 150 лет назад, актуальное сегодня, может быть, в этом кроется ответ на вопрос, почему же эта тема и этот герой бередят души и сердца поэтов, композиторов, режиссеров вот уже не одно столетие. С детства нам рассказывают сказки о добрых рыцарях и злые силы, где в финале всегда добро побеждает зло. До определенного возраста мы свято верим, что все именно так и происходит, но с годами понимаем, что, к сожалению, в жизни не все, как в сказке. Философы утверждают, что зло пожирает само себя. А я пришла к парадоксальному ответу на вопрос, почему же в некоторых людях столько злобы, что им мешает быть добрыми и чистыми. И ответ, мне кажется, очевиден. Им проще ненавидеть все и вся, весь мир, лишь за то, что их не возводят на пьедестал почета и не воспевают хвалебных песен. Ну, а мы вернемся к нашему герою. О Хоакине было сложено множество народных легенд, написано большое количество исследований, снято несколько кинофильмов. 17 сезонов подря на сцене Ленкома шла лорукопера «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, режиссера Марка Закарова, при полных аншлагах, где одни из главных ролей исполняли Александр Абдулов и Николай Караченцев. Постановку, отклоненную 11 раз специальными комиссиями, ждал в итоге феноменальный успех. В 1978 году на фирме «Мелодия» был записан двойной альбом «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, который по результатам конкурса занял первое место. А в 1979 году за это же произведение Алексей Рыбников был признан лучшим композитором года, самым популярным. В 1982 году был снят фильм одноименный, где несколько музыкальных композиций записали музыканты группы «Интеграл», и они же сыграли роль рейнджеров. Таким образом, «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты стала первым мюзиклом в Советском Союзе, который был воплощен в трех формах – пластинка, кинофильм и спектакль. И я думаю, что эта тема не оставит в покое талантливых людей никогда. Вот теперь сам маэстро Рыбников берется за режиссуру и, по мнению критиков, как всегда, талантлива. Совсем недавно вышел в свет его фильм «Дух Соноры», в основе которого лежит та же история Хоакина Мурьетты. Ведь мы с вами знаем, что Хоакин был родом из мексиканского штата Сонора. Ну, а я хочу напомнить, что совсем скоро, в это воскресенье, 13 октября, на сцене киноконцертного зала нам с вами посчастливится одними из первых увидеть новую концертную версию популярнейшей рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты в исполнении актеров театра Алексея Рыбникова. А для наших молодых посетителей я хочу сказать, что, ребята, это будет настоящий рок-концерт с настоящими рок-музыкантами, с солистами проекта «Голос». Ну и, подчеркну, с актерами театра Алексея Рыбникова. Билеты еще есть в продаже. Поспешите. Цена очень доступная на билет. Для студентов существуют скидки при предъявлении студенческих билетов. Мы ждем вас. До встречи 13 октября в киноконцертном зале «Панорама». Информацию можно узнать по телефону 300 033. Заходите на наш сайт panoramadefestver.ru. И до новых встреч. На этом программа наша завершается. Но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова